Друзья, всем привет! Сегодня небольшое видео про шнуры, про гитарные кабели. Небольшой, соответственно, сравнительный тест. Что я могу сказать? Я на своем опыте, конечно же, особо сильно никогда не заморачивался. И для меня шнур всегда было... Ну, главное, чтобы он был... Не работал, да, чтобы не битый был. Ну, и, конечно, желательно, чтобы он не путался. То есть бывают шнуры, которые путаются, вот, тяжело складываются. Бывает, которые... Оплетка такая, чтобы легко разматываются. Что еще в шнуре? Ну, еще есть, конечно, прикольные фичи в шнуре, когда сайлент джек, знаете, там такой джек, когда его вытаскиваешь, и можно не убирать громкость на усилителе, там переразмыкается сигнал, вот, и не происходит такого в усилителе взрыва такого, да. Ну, в общем, какие-то такие нюансы. Либо угловой джек удобно там для примочек. А сами кабеля, то есть я всегда, ну, применял, ну, не самые, конечно, дешевые, но и не гнался за кем-то дорогими, обычные, которые в магазинах продаются, там, Planet Waves, Fender, я не знаю, ну, любые, то есть некие небутиковые. Вот. И вот тут, и так, в принципе, я их к струнам, на самом деле, отношусь. К струнам главное, чтобы новые, почаще менять, и, в общем-то, неважно, какие. Ну, имеется в виду, что, конечно, не китайские с Алиэкспресс играть, ну, и там, бутиковые струны тоже необязательно. Можно обычно, да, дарю, покупать, и нормально. Но, тем не менее, вот, это, конечно, все хорошо. Играть на гитаре важнее, чем шнуры перебирать или в струнах разбираться. Вот. Ну, все-таки попадаются уже, вот, и разные струны, и разные шнуры. И интересно, конечно, услышать. Вот. Я вот записал тронительный тест трех, это, как бы, это видео, заставка для аудиотеста. Вот. И послушайте, да, может быть, я послушал один раз, когда записал. Ну, что-то вроде слышно. Старался сыграть один с одинаковой динамикой, атакой. Вот. Ну, не знаю. То есть, не могу сказать однозначно, что, ой, вот это прям гораздо лучше, а это прям плохо. Может быть, надо еще мне послушать несколько раз. Может быть, это не стоит того так вникать. Ну, короче, интересно, что вы скажете, да, пишите в комментариях. Слышите ли вы разницу? Может быть, у вас там боли уши заточены под этой, или, как бы, колонки другие, не знаю. Итак, три шнура на тесте. Humblebee кабель стандарт. Трехметровые все шнуры. Humblebee корона. Такой красивый, беленький. И Planet Waves, American Stage, по-моему, называется, обычный такой вот, ну, то есть, это Додарю фирма, да, Planet Waves. Все кабели трехметровые. Что я могу сказать? А, ну, цены, значит, вот этот черный стандарт Humblebee стоит, по-моему, две тысячи трехметровый. Вот эта корона подороже, около трех, или даже чуть больше трех тысяч. Ну, ссылки я прикреплю в описании на производителя вот этого Humblebee. Это наш отечественный. И Planet Waves, корона, как оказалось, ой, Planet Waves, вот эта, American Stage, как оказалось, тоже две тысячи стоит. То есть, не очень дешевый, да, вроде обычный стандартный кабель. Тоже он две тысячи, я погуглил, стоит сейчас. Вот, по поводу самих материалов, вот это, конечно, мне больше всего нравится вот этот, потому что он самый толстый и самый тугой. То есть, когда его берешь, прямо ощущение, что кабель дорогой, да. И вот эта оплетка прикольная, вот она как раз вот хорошо скользит, то есть кабель не сильно путается. И если вы на сцене на нее наступите, то, ну, тяжело кабель перебить, потому что она такая вот, да, видите, армированная. То есть, вот это прям, ну, ну, симпатичный кабель, такая прям вещь приятная. А, ну, Джеки еще вот, не знаю тоже, насколько это важно, он их помечает, Джеки Нойтрики хорошие. И мастер помечает, что вот этот, который с колечком, это в усилителе или в примочке, а вот этот в гитару надо. Тоже не знаю. А этот, он помягче, то есть, он такой мягенький, вот, зато он прозрачный, беленький, белые Нойтрики, то есть, он такой красивый цвет. А Планет Вейвс, он такой средней жесткости, он пожестче, чем корона белая, и, соответственно, по толщине, как корона, вот, но по жесткости он между теми двумя кабелями. Ну, вот, собственно, и все, друзья. Слушайте сейчас аудиотест с картинками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok